Зерно дороже золота. Глава администрации президента с рабочим визитом посетила сельхоз предприятия района. В данный момент мы убираем озимую пшеницу. Что будет в закромах? Бессердечный отчим. По бруське вынесли приговор убийцы трехлетней девочки. Неоднократно избивал руками и неустановленными предметами. Где он встретит старость? Финальная партия. На берегу Березины прошли республиканские соревнования по пляжному волейболу. Делаем отбор на сборную команды для белорусского здоровья по видам спорта. Кто в лидерах? А также алкогольный запрет, новенькое джили и полный портфель. Красный Крест проводит масштабную акцию по всей стране. Как стать частью большого дела? Белоруссия Урожай на вес золота. Эта истина остается непреложной, особенно в нынешнее нестабильное время, когда на планете голодают 800 миллионов человек. Таких условиях курс в Беларуси обеспечит себя, а то, что останется, отправит на экспорт без проволочек и потери. Убрать в максимально короткие сроки, не дожидаясь сюрпризов погоды. В ход уборочной кампании на особом контроле президента сельхозпредприятия Бобруйского района лично проинспектировал глава администрации Игорь Сергеенко. Будущий каравай извесила Татьяна Горбач. Мониторинг сельхозпредприятий Игорь Сергеенко начинает с СПК «Гигант». Кооперативу принадлежат одни из самых плодородных земель в районе. Более 5000 гектаров пашни. Из них полторы отведено под зерновые. Уже собрали почти 2000 тонн рапса. На очереди озимая пшеница. Практически в режиме нон-стоп на поле трудятся пять комбайнов и столько же машин на отгрузке. Провести уборочную добросовестно и с полной самоотдачей – таков настрой у аграриев. На данный момент мы убираем озимую пшеницу. Посевная площадь составляет 500 гектар. Планируемая урожайность не менее чем 60 центнеров с гектара. Всё для этого есть. Люди есть. Условия для того, чтобы люди работали полноценно, добросовестно, тоже мы создали. В «Гиганте» не только выращивают богатый урожай, но и перерабатывают. Есть тут собственное производство комбикормов. Ассортимент 15 видов. Для своих нужд и на продажу. Оборудование самое современное. В час производят 5 тонн гранулированной смеси и в два раза больше рассыпной. Рецепт вносится в компьютер. Согласно рецепту идёт автоматическое дозирование. Вот эти весы у нас каждая порция на тонн. Следующая остановка – Михалёвская Нива. Хозяйство большое. Пашни свыше 2300 гектаров зернового клина. Треть площадей уже убрана. Урожай в этом году соберём мы неплохой. Убрали мы азимы рапс. Урожайность невысокая – 17 центнерозы гектара получилась. Но не низкая на третьем месте в районе. Сейчас убираем пшеницу и убираем азимы третикали. В поле по-настоящему жарко. Жатва третикали в самом разгаре. Работают как опытные механизаторы, так и те, для кого страдаю ещё в новинку. Три молодёжных экипажа ни в чём не уступают старшим коллегам. Игорь Сергеенко лично инспектирует сельхозтехнику. Пробует комбайн в деле. Условия соревнования, условия оплаты от 150 до 200 рублей в день. Даже где-то так может человек заработать. Плюс там премиальное. Я вам скажу, что те задачи, которые были поставлены главой государства на прошедшем, на прошлой неделе с электронным совещанием, с руководителями всех сельхозпредприятий страны, они должны быть реализованы. Работа кипит во всех сельхозпредприятиях Могилёвской области. Пока погода благоволит, аграрии используют буквально каждую минуту. Настоящую цену хлеба знают и в СПК Береснёвске. Здесь понимают, важно убрать урожай до последнего зёрнышка. В хозяйстве почти 5000 гектаров. Площади внушительные. Под клин зерновых и зернобобовых отведено более 30%. Выращивают озимую рожь, пшеницу, ячмень, гречиху, третикали. На данный момент я справляюсь собственными силами, но когда у меня наступает час пик, допустим, одновременно уборка соломы, как вы сейчас видите, работают два пресса производства Бабруйска-Громаш, то головное предприятие предоставляет моё распоряжение 2-3 единицы техники вместе с механизаторами для оказания помощи непосредственной. Погодные условия в этом году не счета прошлому, когда весь зерновой клин засушило, и солнце, и дождя было вдоволь. Правда, холодная весна сдвинула сроки уборочной почти на две недели. Но это не беда. Госзаказ в 400 тонн продовольственной ржи в хозяйстве выполнен уже на 56%. И темпов сбавлять не собираются. В ближайшие три дня уборку завершат. Сейчас на этом поле работает пять комбайнов. Собрать урожай быстро и качественно нужно со 130 гектаров. Буквально за 30 минут в бункер попадает порядка 7 тонн зерна. Во время уборочной дежурят спасатели. Главное – не допустить пожара или возгорания техники. Зерновые созрели. Промедление может стоить серьезных потерь. Чтобы не отвлекать механизаторов от работы, горячий обед привозят прямо в поле. Мы сегодня привезли рассольник говяжий, макароны с котлетами и компот. Обеды мы берем в Кировском райпо, ресторан «Сузорье». Все очень вкусно и горячее. Тракторист-механизатор в третьем поколении Геннадий Довкша знает все тонкости уборки. Трудится от зари до зари. За плечами четверть века работы. Тысячи тонн урожая и ни одна награда. В помощь умная техника. Комбайн запрограммирован на минимальные потери. Рабочий день начинается с 7 часов утра. Это идет тихоход комбайна. Примерно час-восемь на заправку. Ну, все, с заправки едем на поле. Влажность проверили. Ростно, неростно, высохло, не высохло. И едем. Ну, и день работаем. Пока погодные условия позволяют. В нынешнем сезоне в Беларуси рассчитывают собрать 10 миллионов тонн зерна. Два уже намолочены. Средняя урожайность – почти 40 центнеров с гектара. И это значительно больше, чем годом ранее. Но горячая пора еще не закончена. Триумф праздновать рано. Качество и темпы – главные требования в период жатвы. Ведь зиму нужно встретить. С полными закромами. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360. Неправданная жестокость. В Бобруйске осудили местного жителя за убийство трехлетней девочки. Приговор – пожизненный срок, как альтернатива смертной казни. Отбывать наказание придется в исправительной колонии особого режима. Плюс выплатить штраф в размере 6400 рублей. Убийство, напомним, произошло в октябре прошлого года. 27-летняя горожанка оставила свою малолетнюю дочь под присмотром 31-летнего сожителя. Пьяный мужчина в течение дня избивал ребенка, хватал за волосы, ударяя ее головой о плитку в ванной. Когда мама пришла с работы, малышка уже спала. Под утро она начала задыхаться, а женщина позвонила 103. Несмотря на усилия врача, девочка скончалась в машине скорой прямо возле подъезда. Как установлено в ходе судебного следствия, обвиняемый на протяжении длительного периода времени, с июня по октябрь 2021 года, находясь по месту жительства, будучи в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно избивал руками и неустановленными предметами девочку, причиняя ей побои, целесные повреждения различной степени тяжести, а также психические и физические страдания. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Опасные пути, канцелярские товары и приемная кампания. Вузы завершили зачисление на бюджет, до какого числа принимают документы на платное обучение. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Министерство антимонопольного регулирования и торговли предложило не продавать алкоголь на кассах торговых центров. Однако требование не будет касаться объектов, специализирующихся на реализации спиртосодержащей продукции, павильонов, которые занимают торговую площадь 400 квадратных метров и менее, плюс магазинов на селе. Белорусские вузы завершили зачисление на бюджет. Что касается платного обучения, документы можно подать до 8 августа. Для некоторых сельскохозяйственных, творческих и силовых вузов отдельные сроки. Закончится приемная кампания с 10 числа. ГАИ усилила контроль за автомобильными переездами через железнодорожные пути. Водители стали чаще игнорировать требования дорожных знаков, разметки и светофоров, превышать скоростные режимы. Штраф за нарушение до 128 рублей. Красный Крест начал масштабную акцию по всей стране. Волонтеры собирают детей в школу, помогают им в этом неравнодушные белорусы. Самым необходимым к 1 сентября намерены снабдить учеников, которые оказались в трудном положении. Благодаря организации каждый год с полным портфелем в учебные заведения идут более 7 тысяч детей. С начала лета рынок легковых автомобилей в стране начал восстанавливаться. Продано почти в 2,5 раза больше, чем в мае. Автодилеры реализовали без малого 12 тысяч новых машин. Первое место у транспорта белорусского производства «Джили», второе у российской «Лады». На третьем оказался корейский бренд «Киа». Защита от вируса. В Могилевской области бустерную прививку против COVID-19 сделали более 111 тысяч человек. Из которых 38 приходится на Бобруйск. Ревакцинация проводится через 6 и более месяцев после основной. Для этого используется вакцина «Спутник Лайт». Препарат защитит от старых и новых штаммов. Доказана эффективность 80%. Приближается такое новое понятие, как твиндедемия. То есть это когда у нас будет микс коронавирусной инфекции вместе с гриппом. Сейчас очень активно идет ревакцинация населения, потому что иммунитет немножко снижается. Мы готовимся к новой волне осенью. Поэтому пока у нас есть небольшая передышка от вируса, пока заболеваемость находится на нижних границах, нам нужно привиться. Всемирная организация здравоохранения отмечает рост заболеваемости коронавирусом в США и в странах ЕС. Спасти ситуацию может высокий коллективный иммунитет. Чтобы сделать бустерную прививку, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Горячий песок. На пляже санатория имени Ленина прошли республиканские соревнования по волейболу. В Бобруйск съехали 7 команд. Изминска, Витебска, Могилева, Бреста, Гомеля и Гродно. Отношения на спортивных площадках выясняли и железнодорожники. Как мужчины, так и женщины. Турнир длился три дня. Мы, конечно, на этих соревнованиях делаем отбор на сборную команды для белорусской железнодороги по видам спорта, которая участвует в соревнованиях уже более высокого уровня. Это Министерство транспорта и Межотраслевой спорта Киады. Также международные соревнования, в которых сборная Белорусской дороги выступает в программе «УСИК». Это Международная ассоциация железнодорожников. Соревнования по волейболу – это один из этапов спорта Киада БелЖД. В нее также входят мини-футбол, настольный теннис, туризм, современные многоборья. Всего 12 видов спорта. К слову, уже 7 августа специалисты отметят свой профессиональный праздник – День железнодорожника. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok